Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемый Дмитрий Петрович, коллеги, уважаемые представители дипломатического корпуса. Сегодня мы собрались по случаю открытия культурно-просветительского проекта «Литературная гостиная. Послы русской культуры». Это весьма и весьма благородное начинание реализуется Государственным музеем истории русской литературы имени Владимира Дали и глав УПДК при нашем министерстве. В условиях, когда мы переживаем сегодня очень турбулентные времена, когда против нас развернута без преувеличения гибридная война, а русофобия в правящих кругах западных стран приобрела повальный характер. Эта инициатива, безусловно, заслуживает всемирной поддержки. И весьма символично, что сегодняшний вечер посвящен великому русскому поэту и дипломату Федору Ивановичу Тютчу. В этом году мы отмечаем 220 лет со дня его рождения. Наряду со многими отечественными гениями пера, такими как Пушкин, Толстой, Достоевский, Федор Иванович Тютчев очень много сделал для того, чтобы отечественная литература стала явлением мирового масштаба. Для всех нас, кто служит Родине, особенно отрадно, что Федор Иванович долгие годы плодотворно трудился на внешнеполитической стезе и внес большой личный вклад в защиту интересов России на международной арене. Достаточно отметить, что он долгие годы был сподвижником великого русского дипломата, канцлера Александра Михайловича Горчакова, который вписал свое имя в летопись российской истории. Именно Тютчев увековечил в стихах в 1870 году блестящую дипломатическую победу Горчакова, который добился отмены ограничений на обладании военно-морским флотом в акватории Черного моря. Ограничения были, как вы помните, введены по итогам Крымской войны в 1856 году. Хотел бы процитировать бессмертные слова поэта. Да, вы сдержали ваше слово, не двинув пушки, не рубля, в свои права вступает снова родная русская земля. И нам завещанное море, опять свободную волной, ократком позабыв позори, лобзает берег свой родной. Это конец цитаты. И мы все сегодня уверенно можем сказать, что больше никогда такой позор не повторится. Богатое наследие Тютчева, его высокохудожественные произведения и сегодня радует читателей изяществом слога, точностью мысли, а его принципиальная гражданская позиция, как истинного патриота России, является примером честного служения Отечеству. Наши дипломаты, которые сегодня реализуют внешнюю политику, определяемую президентом Российской Федерации, они в чем-то тоже сродни писательскому творчеству, потому что нашими главными инструментами тоже, как и у поэтов, у писателей, служит слово и перо. Поэтому уверен, что сегодняшний литературный вечер будет не только приятен, но и полезен для всех приглашенных. Позвольте пожелать вам хорошего вечера, незабываемых встреч, бесед и обязательно будем продолжать дружить. Спасибо вам большое.